У них у всех есть нечто общее, они успешны. Секреты раскрывать в бизнесе не принято, но поделиться своим опытом они готовы. Если у вас есть полчаса и вы хотите посмотреть на мир их глазами, то присоединяйтесь. Здравствуйте, ведущий программы сегодня Максим Савицкий, директор по маркетинговым коммуникациям и связанным с общественностью Евразийского банка развития. Добрый день. И наш гость сегодня Павел Филинков, генеральный директор издательского дома «Коммерсант». Здравствуйте. Сначала Блиц-опрос, короткие вопросы и короткие ответы. Ваше самое ценное качество как руководителя? Я зануда. Это ценно? Думаю, что да, потому что занудство – это другая сторона. Настойчивость, упорство, аккуратность. Вот я по-хорошему зануден в делах. Педантичный. Ну, да, тоже устроит. Если спортивный болельщик, то за кого болейте? Меня Господь не наградил органом, которым воспринимают спорт. Ничего более индифферентного для меня представить сложно. В чем-то дает возможность для другого, да? Освобождать. Наверное, наверное. Нет, я люблю самоактивные занятия, но вот факт боления для меня отсутствует. Есть книга о бизнесе, которая нравится или которую можете порекомендовать? Скорее, исторические. Классика, типа Ли и Коки. Современные книги, они все полезны, они все нужны, но практика показывает, что просто опыт работы гораздо эффективнее и полезнее в текущей работе. Говоря о работе, ну и вообще деньги любите? Да, конечно. Ну, с моей точки зрения, это один из сильнейших стимулов. При этом любовь к деньгам – это не моя собственная любовь, а любовь к деньгам вообще. То есть деньги корпоративные я люблю не меньше, чем свои. Умейте признавать ошибки и извиняться? Обязательно. Более того, считаю необходимым это делать, особенно ошибки перед подчиненными, перед коллегами, потому что неисполнение этого ритуала просто отодвигает уважение от вас, уважение сотрудников. Работать, вести бизнес с друзьями можно или нельзя? Можно, но лучше, конечно, с людьми отдаленными в личностном плане. Это избавляет от целого ряда моральных обязательств. Кем вы хотели стать в детстве? Конструктором, радиоинженером. Меня всегда тянуло к железочкам, к математике. Я в какой-то степени это реализовал, закончил факультет кибернетики МГУ, довольно долго занимался программированием электронно-учислительными машинами. Да, очень помогает. Причем помогает не багаж знаний, а помогает умение работать, умение мыслить, умение работать с проблемой, чему, безусловно, научился в университете, в аспирантуре. В бизнесе есть разделение на мужчин и женщин? Да, конечно. Я в некотором смысле шовинист в этом плане. Мне с мужчинами проще. И я считаю, что, может быть, силу принадлежности к этой же категории, я их лучше понимаю и с ними эффективнее работаю. Можете описать вашу жизнь пятью словами? Я в свое время пытался для себя сформулировать, что такое вообще жизнь, в том числе и моя. Это набор, по сути дела, удовольствий, к которым для меня, безусловно, относится работа, к которым относится культура, посмотреть, почитать, поглядеть, послушаться, к которым относится вся физиология. То есть, поесть, попить ряд можно, продолжить, вот строго говоря, и все. Так что я уложился в четыре понятия. То есть базовые жизненные необходимые цели? Да, да, но вот для меня работа – это такое же удовольствие, как физиологические развлечения. Ну что, теперь по существу? Да, пожалуйста. Как раз говоря о работе. Об удовольствии, основном. Да, который является основной жизненных удовольствий из четырех. С 1998 года, по мая 2019-го, вы занимали должность коммерческого директора из Зайского дома «Коммерсант». Ну, в хорошем смысле срок немалый, демонстрирует лояльность и, наверное, интерес к работе. Вот что вы бы назвали в качестве основных достижений ваших на этой позиции? Не задумываясь, могу определить, что считаю большим достижением, а некоторая медлительность в ответе связана с тем, что я задумался, а есть ли еще что-то. Создание того коллектива, который работает в «Коммерсанте». Я не могу целиком отнести это к своей заслуге, потому что есть редакционный большой блок, на который я не оказываю воздействия. Не все люди, которые со мной работают, не все они мною привлечены, но мое участие в создании этого коллектива есть, и те задачи, которые решаются, будут решаться издательским домом «Коммерсант», они решаются благодаря этому коллективу. Поэтому это основное достижение. А все прочее, чем можно похвастаться неплохими финансовыми показателями, неплохой динамикой развития, хорошим прохождением двух кризисов, и 98-го, и 2008-го годов. Наверное, мы обязаны и каким-то личным качеством моим и других моих коллег, но в целом, конечно, это заслуга коллектива. Ну а теперь о задачах будущих. Председателем совета директоров холдинга «Коммерсант» стал Иван Таврин, и он в преддверии вот этого назначения сказал, что работа будет направлена в дальнейшее повышение бизнес-эффективности, ну при сохранении, естественно, существующих результатов. Вот вы для себя, как видите повышение этой бизнес-эффективности, в чем она, и чего вы хотите добиться в ближайший год-три? Ну, для меня бизнес-эффективность, она всегда меряется тривиально деньгами, которые, как я сказал, очень люблю. Поэтому, безусловно, это повышение экономической эффективности, повышение прибыльности фирмы не обязательно в текущий момент, может быть, в перспективе, и это связано с локальным ухудшением эффективности, может быть, связано с локальным ухудшением эффективности, но, безусловно, это деньги, и с моей точки зрения руководство холдинга относится к пониманию эффективности также. Да, конечно, мы считаем, что эта эффективность должна достигаться за счет выполнения нашей основной функции, мы все-таки печатаем газеты. Я не сомневаюсь, что прибыльность издательского дома, по крайней мере, в процентах не в абсолютной величине, а в процентах была бы не ниже, если бы мы всех уволили и сдали бы здание в аренду, но все-таки приходится держаться в рамках нашей основной деятельности. Вы такой, как настоящий коммерческий директор или же генеральный, всегда держите в голове альтернативы какие-то, да? Ну, это скорее тривиальное решение, но в смысле эффективности оно, безусловно, оптимально. А если говорить о доходах издательского дома, какова структура этих доходов с точки зрения зданий, которые входят в издательский дом, и с точки зрения каналов получения доходов, то есть реклама, подписка, что-то иное? Основная модель бизнеса, используемая у нас, это рекламная модель, то есть мы ориентируемся на получение основных доходов от рекламы, и в структуре доходов от 70 до 75, по некоторым изданиям, до 80 процентов у нас приходится на доходы от рекламы. Соответственно, 20-30 процентов это доходы от распространения, которые примерно пополам делятся на подписку и розницу. Но при этом следует иметь в виду, что распространение сегодня вещь довольно дорогая, и на каждый рубль, получаемый от распространения, мы тратим 2 рубля на продвижение этого распространения, на управление этим распространением. Так что, если говорить в целом об источнике доходов и об источнике прибыли, то, конечно, это реклама. Но с точки зрения зданий все-таки газета? Газета дает очень значимый процент от доходов, но параллельно с газетой у нас весьма доходное издание, как, например, приложение к газете, которое мы отдельно рассматриваем, «Уикенд», которое развивается, продолжает развиваться, оно еще не остановилось. Очень эффективный в смысле денег журнал «Те же самые деньги», и его, по-хорошему, догоняет журнал «Власть», чем мы очень довольны. Павел, вы сказали, что из каналов продаж подписка затратный канал продаж, несмотря на то, что все равно приносит доход. А если перейти к любимой популярной сегодня теме подписки в интернете, вообще монетизировать контент в интернете? Ну, это всеобщая проблема. И я пока в России не знаю, чтобы кто-то решил удачно этот вопрос. Мы идем к решению разными путями. А очень просто. Денег там мало. Просто тривиально мало денег. Вот когда говорят, что в интернете доход от рекламы превысил доход от рекламы в печатных средствах. Массовая информация. Ну да, вроде как превысил. Только в интернете основные деньги приходятся на контекстную рекламу, которую в основном размещают поисковики. Они дают вот эти 90% рекламы. А то, что остается баннерная реклама, или, как ее называют, медийная реклама, это оставшиеся 10%. И поскольку мы не имеем возможности фактически размещать контекстную рекламу, ну или почти не имеем такой возможности, то нам остается 10% от этого самого рекламного пирога. А это совсем не так уж много. И что существенно, у нас аудитория газеты и аудитория интернета, они сопоставимы. Это однопорядковая величина, несколько сот тысяч человек. Коммерсантов вы имеете? Да. Более того, я даже говорю про газету. Коммерсанты, про издательский дом. Говорю про газету. И доход при этом от рекламы в печатных изданиях десятикратно превышает доход от интернета. При том, что аудитория одна и та же по размеру и сопоставимая по качеству. Ну просто денег там не хватает. А если контент сделать платным в интернете? А я же с самого начала сказал, что мы базируемся на рекламной модели. Мы готовы сделать платный контент и немножко даже на этом стали бы больше зарабатывать, но мы сразу ограничили бы аудиторию. А когда мы продаем рекламу, мы же продаем не конкретные картинки, баннеры и так далее. Мы продаем ту самую аудиторию. И сократить аудиторию — это сократить свой доход. Это в печатной версии. В любой. Что в интернете, что в печатной версии. Конечно, продажа рекламы — это продажа аудитории. Как только мы перейдем на платный контент, мы немедленно снизим аудиторию и снизим доход от рекламы, который так на сегодня не слишком большой. Мы, конечно, не исключаем механизм получения денег из интернета за контент, но не хотим наносить удар по нашему основному интернет-бизнесу, по сайту. Мы пошли по пути платных приложений для планшетников и для мобильных телефонов. Вот, например, уже два наших журнала из трех еженедельников распространяются платно через киоск в iOS и через соответствующее предложение в Android. И тот денежный отклик, который мы получаем от этой модели, приводит нас к тому, что, скорее всего, в ближайшем будущем и третий наш журнал, власть, я имею в виду, тоже перейдет в платное приложение, оставшись при этом бесплатным на сайте. А вот с этой точки зрения аудитория не переходит в онлайн? То есть те, кто читает газеты, не перестают ли они читать газеты? Ну, хардкопи, да? И не переходят вместо этого, собственно, на сайт газеты. Вы как отслеживаете тенденции? Да, конечно, мы очень тщательно за этим следим. Перетекание аудитории в интернет, безусловно, существует. Оно в большей степени реализовано не тем, что конкретный потребитель перестал читать бумагу и начал читать интернет, издания, а скорее тем, что какая-то часть аудитории в силу старения, в силу изменения интересов, в силу изменения места жительства, может быть, перестает читать бумагу, перестает быть читателем коммерсанта вообще. А новая аудитория, она в большей степени ориентирована на приложение. Поэтому это скорее процесс такой социально-демографический. Но да, мы его видим, и, к сожалению, пока перетекание аудитории опережает перетекание денег в интернет. Вот, да. Но мы рассматриваем это как работа на будущее. То есть, да, мы работаем на перспективу. А кого считаете конкурентами? Ну, вы же прекрасно сами знаете. Конечно, для нас основной конкурент это газета «Ведомости». Потому что, несмотря на то, что «Коммерсант» является газетой общих интересов, рассматривается он и позиционируется многими как деловое издание. И в этом есть определенный смысл. Мы сами для себя называем газету общенациональной газетой с сильно выраженным деловым блоком. Вот если ее точно позиционировать. Но поскольку «Ведомости» являются в чистом виде или в большей степени деловой газетой, конечно, это конкурент. Порталы? Ну, наверное, это новостные порталы, которые являются производителем контента. Я не имею в виду агрегаторов. Безусловно, мы с ними не пересекаемся. Поэтому это «Лента», «Ру», «Газета», «Ру», «Утро», «Ру» подобного сорта. Ну и «РБК», конечно. «Слон»? Нет. «Не ваш». Нет. Нет. И «Телеканал Дождь» тоже нет. Хочу подчеркнуть, что «Телеканал Дождь» тоже нет. Павел, возвращаясь к финансовым опросам. Самому приятному. Нет, ну и потом близким, профессиональным. И мне, в общем, близко в чем-то, да, Павел, тем более. Как оцениваете, собственно, темпы роста доходов, надеюсь? Просто есть, скажем, по 2019 году какие-то, может быть, оценки даже и прогнозы, и планы на 2013 год? По 2013 году еще не готов сказать. Есть ощущение, что темпы роста будут несколько ниже, чем в 2012. И похоже, что это следствие не процессов, происходящих у нас в стране, а процессов, происходящих на внешнем рынке, в первую очередь на европейском, конечно. Потому что у нас довольно значительная доля рекламы. Она происходит от иностранных марок. И мы явно видим сложности уже сейчас. И похоже, эти сложности не уменьшатся в 2013 году. По этому году у нас заложен прирост, по доходам был на уровне 12,5%. Это по издательскому дому? Да, по издательскому дому в целом. Есть абсолютная уверенность, что если не произойдет каких-то чудес, радостных или печальных, то мы на эту цифру или чуть большую выйдем. То есть за время существования издательского дома мы научились хорошо планировать. Вот с планированием ошибок у нас нет. При этом эта цифра, что я назвал, она довольно близка к тому, что называют Акар или, например, Зенит по рынку печатных изданий в качестве прогноза. Хотя они прогнозы довольно часто поправляют. А рекламодатели все-таки кто основные? Это крупные компании? Малый и средний бизнес каким-то образом участвуют? Значима эта доля? Нет. Если брать газету? Да, у нас, безусловно, это в первую очередь крупные компании и, безусловно, в первую очередь это имиджевая реклама. То есть в газете, ну и в других изданиях продающая реклама, нацеленная просто на продажу без имиджевой компоненты, как мы часто говорим, продажа сетки рабицы и шпротов, у нас практически не присутствует. Распределение по секторам, ну, наверное, нужно выделить финансовый сектор, традиционно у нас сильный, финансово-банковский. Производство автомобилей, ну, а дальше, понятно, лакшери. Чем мы отличаемся от других крупных изданий или издательских домов, у нас относительно мала, даже не берусь объяснить, почему, доля рекламы алкоголя. Что раньше для нас было очень обидно, а в силу последних изменений закона о рекламе, когда эта реклама будет отменена, то вроде бы нам и все равно стало. Не надо думать, чем ее заменить. Ну да, потому что мы укладывались порядка 4% дохода от рекламы по всему издательскому дому, приходящемуся на алкоголь. А у других издательских домов, я разговаривал с коллегами, цифра доходила до 20-25. Значит, есть ощущение, наверное, что аудитория коммерсанта не пьющая. Ага, или по-другому, или у нее давно сложившееся предпочтение, и рекламу она не потребляет, потому что свой любимый напиток потребляет давно и в больших количествах. С 9 по 11 октября в экспоцентре пройдет 10-я международная выставка по франчайзингу. Buy Brand – это 250 бизнес-концепций из 30 стран мира. Центральное событие года для тех, кто работает в партнерском бизнесе или планирует открыть собственное дело. Международный форум по франчайзингу с участием мировых экспертов. Вручение национальной премии «Золотой бренд» назовет своих победителей. Ждем вас с 9 по 11 октября в экспоцентре на Красной Пресне. Вы генеральный директор? Тогда вам нужен только один совет. Совет генеральных директоров. В журнале «Генеральный директор». Разговор по делу с людьми вашего круга. Бизнес-решение и опыт коллег в журнале «Генеральный директор». По подписке. На вашем столе. Журнал «Генеральный директор». Вы смотрите «Бизнес по существу». Гость программы сегодня Павел Филинков, генеральный директор издательского дома «Коммерсант». Павел, скажите, что бы вы назвали самыми значимыми рисками в вашем бизнесе? Наверное, все, что связано с распространением бумажных изданий. Ситуация с распространением очень тяжелая. И я, в общем, готов, не преувеличивая, назвать ее катастрофической. И если от чего-нибудь издания в России умрут, а я далек от мысли, что это случится, то умрут они из-за сложности в системе распространения. Второй риск — это риск со стороны законотворцев. Они у нас, как известно, ребята, лихие и не слишком озабочены логическими построениями и соотношениями принимаемых законов. Поэтому тоже характерный пример со списанием тиражей. Сегодняшнее законодательство не позволяет относить в полной мере затраты на производство тиражей, которые списываются, на уменьшение налогооблагаемой базы. Есть некий процент, он недавно был повышен, который можно относить, но реальное списание сегодня существенно выше. При этом, когда мы пытаемся пролоббировать или хотя бы даже просто поговорить на эту тему с законодателями, мы в ответ слышим, ну а что вы хотите, для этого налоговый кодекс переписывать надо. Ну и вот здесь мы просто упираемся в некие клинчивые ситуации, хотя все это результат нескольких неосторожно пропущенных фраз в том же самом налоговом кодексе и в законе о СМИ. Я понимаю, что у вас разделение, скажем, политики редакторской, безусловно, это отдельная тема, но вот риск, собственно, контента и составляющий, вот как-то где-то обсуждается, то есть насколько вообще аудитория волатильна с точки зрения той информации, которую она черпает, скажем, с газет Коммерсант. Или есть ощущение, что некуда все равно идти и, по сути, потерять, если немного изменить, ну, скажем, не знаю, содержание, какие-то информационные составляющие, то не повлияет сильно. У нас достаточно лояльная аудитория, но это не значит, что мы можем наплевательски относиться не только к контенту, а ко всем остальным атрибутам, связанным с жизнью издания. Мы недавно с этим столкнулись. После кризисные годы, после 2008-го, естественно, появилось желание поэкономить, подрезать жирок. Жирок где ищется? В первую очередь в рекламных расходах. Естественно, пару лет не проводили рекламные кампании или проводили недостаточно активно, как это должно было быть. Заметили это. Уменьшение аудитории, если это не сказалось на рекламных доходах, потому что мы быстро это увидели и быстро начали корректировать эту вещь, но к тому, что аудитория не настолько лояльна, чтобы простить все. В конце концов, контент самое ценное, что у нас есть, не случайно пошли в радио, не потому что нам очень хочется, хотя на самом деле, честно говоря, хочется, конечно, а потому что контент у нас больше и дороже, чем то, что мы делаем. Нам захотелось продать его, в хорошем смысле слова, продать еще один раз, переупаковать и продать через радио. Ну вот, пока вроде бы получается. Как раз о стоимости контента еще хотели у вас спросить. А как вы оцениваете стоимость газеты с точки зрения рентабельности, вообще адекватности для вас и для потребителя? Для нас стоимость контента – это стоимость привлечения аудитории. Потому что, как я говорил, продаем мы аудиторию, а контентом мы аудиторию заманиваем. То есть, иначе говоря, кроме контента, по большому счету, у нас вообще ничего нет. Поэтому контент самое святое, и отчасти поэтому мы столь бережно к нему относимся. Почему у нас жесткое разделение коммерческих и редакционных подразделений, чтобы не допустить возможность воздействия на контент со стороны финансовых интересов. Потому что читатель заметит в конечном счете. Тем более ваш читатель. Да, любой читатель заметит. Просто иногда бывает на заметку смотришь, не обязательно, в своей газете, иногда в других. Ну, бывает и свои. И прямо наискосок читается вот красная печать – заказуха. Не значит, что эта заказуха есть. Значит, нарушены принципы редакционной политики, и заметка стала похожа на заказанную заметку. Зотничный бренд коммерсанта помогает? Очень. Опять-таки, ухожу от принта, и должен сказать про радио. Для нас продвижение радио оказалось гораздо проще, потому что на нем уже стоял знак коммерсанта. Соответственно, ну, как знак качества. Это, во-первых. И, во-вторых, мы получили неожиданный другой эффект. Отчасти почему в свое время и сэкономили на рекламной кампании. Само существование радио, где с определенной частотой звучит слово «коммерсант», а радио слушают, является продвижением и усилением того же самого бренда. То есть есть и обратное воздействие. И, более того, если вы вспомните наши рекламные кампании, они почти всегда связаны с зонтичным брендом, а не с брендом отдельных изданий. Ваш прогноз, куда будет двигаться российская пресса? Мне совершенно не близки разговоры о том, что пресса умирает. Обсуждение сроков, когда выйдет последняя газета, тоже не близко. И показателем того, что смерть не грозит в ближайшем будущем, является отношение зарубежных коллег. На конгресс ХВАН, на Всемирной газетной ассоциации, еще несколько лет назад основная тема были апополитические ужасы по поводу смерти газет. Вот это прошло. Уже сейчас обсуждают, как жить и что делать. То есть газеты не умрут, потому что к ним есть вера читателей, доверие читателей. Это проецируется на доверие к рекламе. Соответственно, газеты будут востребованы и рекламодателями, поэтому смерти нет. С другой стороны, спрятав голову в песок, не замечать интернета и думать, что мы так дальше будем жить, однозначно невозможно. Поэтому из этой ситуации газеты, и журналы, и пресса вообще, безусловно, выйдут. Газеты выйдут, наверное, более потрепанными, чем журналы, потому что они несут новостную составляющую, а интернет именно, в смысле новостной составляющей, наибольший конкурент. То есть газеты должны будут измениться. Воевать с интернетом и с радио за оперативность новостной подачи невозможно. Соответственно, у газет, я говорю в первую очередь о ежедневных газетах, должна быть проведена какая-то переориентация контента на большую аналитичность, на больший объем переработанной информации, на розыск не сиюминутных, а фактов, связанных с проблемой, то, что у нас часто называется «досье по проблеме». Наверное, это должно будет произойти. Более того, это происходит уже сейчас, но, повторяю, мы не ждем смерти. У вас есть какой-то эталон в медиабизнесе для вас лично? Я считаю очень интересным развитием, развитие комсомольской правды, развитие во всех направлениях и в интернете. Мне менее понятен, допустим, телеканал комсомольской правды, но я и здесь не являюсь специалистом. И, соответственно, мое полное уважение к господину Сунгоркину и лучшие просто характеристики. Хотя он в этом не нуждается, он прекрасно осознает свою цену. Остался последний вопрос. Для вас он будет несколько странным, но не можем не задать. Интервью кого из бизнесменов вы бы посмотрели или прочитали бы с удовольствием? В любой области. Мне очень интересно было бы прочитать, если бы я и так не знал, что происходит, конечно, интервью с господином Габреляновым. Потому что то, что он делает с газетой «Известия», это вызывает разные чувства. Но это, безусловно, интересно. Это если говорить о медиабизнесе. А если говорить о более широком бизнесе, то, наверное, мне, безусловно, было бы интересно посмотреть, точнее, услышать, что думает по поводу новой ситуации господин Чичваркин. Учитывая, что он занялся совершенно неожиданной областью. Но вот тем более интересно, получится или не получится, когда можно будет проверить утверждение, что талантливый человек талантлив во всем. Посмотрим. Спасибо вам большое, что нашли время и пришли. Спасибо вам. Гостем программы сегодня был Павел Филинков, генеральный директор издательского дома «Коммерсант». Пересмотрите и перечитайте его интервью можно в нашем сайте. Удачи вам и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин